Доброе утро, дорогие мои коллеги-садоводы! Сегодня мы опять поговорим о вкусненьком. И сегодня у нас в гостях ягодка-малинка. Все знают эту замечательную ягоду. Пожалуй, нет ни одного сада, в котором не растет малина. Либо ремонтантная, либо традиционная, либо красавица штамбовая, которую многие называют малиновые дерева. Еще раз подчеркну, малиновых деревьев в природе не бывает. Это штамбовые сорта. Одни из самых лучших и крупноплодных штамбовых сортов – это сказка Таруса и Терентий. Теперь разберемся в сортах, какие же самые вкусные, самые лучшие сорта и ремонтантные, и традиционные. Мне очень нравится, конечно же, сорта изобильная. Брянская дива, Джоан Джей, Моровилла. Огромной популярностью пользуется сорт гусар, который, ну вот повсеместно он уже. Великолепные сорта – золотые купола, оранжевое чудо, золотое чудо. Выбор потрясающий. Для тех, кто страдает аллергическими реакциями, конечно, красную ягодку сажать не стоит. Вы можете посадить для себя желтую и оранжевую. Великолепно будете кушать ягоду. Для того, чтобы у вас урожай был достаточно длительный период, сажать нужно малину традиционную, малину ремонтантную и малину штамбовую. То есть все три группы малины сажайте обязательно. В середине лета мы с вами едим малинку традиционную и постоянно заглядываем. Вот ягодка созрела. А есть там малиновый жук или нет внутри? Узнали себя? Ну, конечно же, мы все такие. А вот когда начинает созревать малина ремонтантная, август, сентябрь и даже октябрь, малинового жука уже нет. Поэтому ремонтантную ягоду мы кушаем смело, не заглядывая внутрь. Вкусовые качества новых сортов потрясают. И размеры тоже. Кусты вот под тяжелыми гроздьями ароматных вкусных ягод свисают. А что же нужно сделать, чтобы малина была у нас урожайной, хорошей и давала огромное количество новых молодых побегов? Нужно обязательно следить за чистотой приствольного круга. Малинка у нас должна быть хорошо без сорных растений, хорошо прополота, окучена. А в идеале, если вы замульчируете почву вокруг куста компостом, перегноем, скошенной травкой. Можно даже, когда срезаете веточки, мелко-мелко их порезать, либо пропустить через измельчитель и засыпать их под кусты малины. Подкармливаем весной. Как правило, весной мы с вами берем удобрение, комплексное удобрение, минеральное, для плодово-ягодных кустарников. Если нет такого, можно взять универсальное. В период плодоношения, что нужно? А, вот, кстати, универсальное. Нашлось у меня такое удобрение. Вот универсальное удобрение. Прекрасно. Причем это, насколько я помню, био. А дальше, в период плодоношения, что нам потребуется? Растению нужно, чтобы сформировать хорошие плоды, нужен сульфат калия. Малине он крайне необходим. Именно тогда, когда идет вперед плодоношение. А мы уже знаем, что у нас вперед плодоношение растянут. Поэтому сначала подкармливаем традиционную, а потом и ремонтантную. Можно взять удобрение комплексное для яходных кустарников. То есть торговая марка значения не имеет. Смотрим, что указано на обратной стороне упаковки. Не превышаем нормы и обязательно контролируем полив. Малина любит водичку. Поэтому не пересушивайте корневую систему. Сейчас идут дождики, они нам в помощь. Поэтому в перерыве между тучками подкормите ваши ягодные кустарники и малина вам даст обильный, хороший, завидный для всех остальных урожай. Дорогие мои садоводы, сказать, что в садовом центре Северин потрясающий выбор малины, это не сказать ничего. Ее не просто много. Мы сделали очень много малины. Это вся вот такая чудесная малинка нашего производства. Потрясающие кусты. Посмотрите, какие пышные, здоровые, красивые и уже с урожаем. Так что не теряйте времени. Приезжайте в наш садовый центр. Мы работаем с 9 до 19 без выходных и перерыва на обед. И находимся по адресу. Город Тула, Олексинское шоссе, дом 34. Оформить заказ вы можете по номеру телефона 8 800 249 81. Звонок для вас бесплатный. А если вы находитесь в другом регионе, не проблема. Оформляйте заказ на нашем сайте www.severindefis71.ru и получайте ваше растение почтой или транспортной компании. Мы всегда вам рады. Подберем сортами, расскажем, как ухаживать за растениями. А с вами, как всегда, была Ирина Ульянова и сеть садовых центров «Северин». До новых встреч!